Водолеем, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер. Вы на моем канале. Для вас снимаю ваш таро прогноз на неделю с 25 по 31 июля 2022 года. Помогут мне в этом таро золото на черном, а также золотые венецианские норманы. Ну а мы с вами будем просматривать позитив недели, негатив недели, совет от карт и, так сказать, общие рекомендации и неожиданность этого периода. Поэтому настраивайтесь, будем смотреть, анализировать и делать выводы. Итак, позитив, негатив и совет от карт. Какова у вас здесь ситуация? Рыцарь, копков, десятка мечей, король мечей. Ну, буду называть все аспекты, все взаимодействия, да, особенно дно колоды, восьмерка жезлов. Для кого-то это избежать ситуации боевых действий, то есть оказаться вне зоны боевого конфликта, выехать с территориально из того места, где идет война, или там не попасть в зону обстрела. У кого-то здесь еще по связке этих карт, это по-любому на с кем-то разойтись, то есть развестись, расставить точки над их, потому что, повторюсь, ситуация для вас падает в позитиве. В позитиве пришла информация, уж простите, ну, допустим, о смерти человека, которого вы, ну, там терпеть не могли, у вас там конфликты, еще какие-то моменты. То есть здесь как официальное подтверждение его кончины. Еще по этим картам, ну, опять же, у вас такие арканы здесь ложатся. Это если вы выявили, что у вас деструктивные программы, нашли толкового практика, которые с этой ситуацией будут работать. Далее, по этим картам, ну, то есть избежать какой-то критической ситуации, то есть, знаете, где какой-то вот заварушка за местом. Это могут быть просто какая-то, вот, знаете, пьяная драка, перестрелка. Ну, то есть вы как миновали этой ситуации, вы миновали этой проблемы, вы миновали этих обстоятельств. Опять же, если это судебное дело, то которое для вас, допустим, если вам грозил там уголовный срок, это будет административная какая-то ответственность. То есть может быть там срок условный, либо какая-то выплата штрафов. То есть избежать по этим картам какого-то тяжелого разрешения вопроса, либо тяжелой ситуации. Поэтому это само по себе уже прекрасно. Поэтому смотрим дальше. Дальше, если эти арканы проанализировать с точки зрения личной жизни, и вы сейчас свободны, то здесь по аркану маг. Это просто отходить от отношений, которые были в прошлом. Вы сейчас пока не нацелены на взаимодействие с кем-то. Это, знаете, как наоборот восстанавливаться самим после разрыва, после завершения, после каких-то токсичных людей. Если же вы в любовных треугольниках, то звезда – это охлаждение и отчуждение. Это наконец-то уже сиять для самих себя и ставить точку. Очень такой, знаете, как выверенное тяжелое решение, но оно здесь как обоюдно, либо полюбовно, то есть разойтись. Если у вас стабильные связи, то смотрите здесь, как закончить с предыдущим статусом. Рыцарь кубков – это идет предложение, то есть для кого-то съехаться. Десятка мечей и король мечей покончить с безответственностью, либо отсутствием официального статуса. То есть это съехаться, либо предложение руки и сердца. Десятка мечей и король мечей в этом случае – это будут вопросы, как не быть не расписанными, если дословно. Если у вас идет бракоразводный процесс, то это на ваших условиях развестись. Если у вас стабильные связи, и все у вас в порядке, и все здесь нормально, то это вам, либо вашему партнеру, избежать военных действий, избежать мобилизации. Кстати, мужчинам здесь очень рекомендовано в рамках этой недели прислушиваться к матери, либо к супруге, потому что дадут точную, дельную информацию, какой-то совет. Если же карты смотреть с точки зрения работы и заработка, на данном этапе вы не работаете, то рассчитывай только на себя, на свои какие-то ресурсы, потому что тут могут быть задержки с госвыплатами. Если вы работу ищете, то это, к сожалению, еще будет в поиске. Здесь пока альтернативы трудоустройства нет. Если вы наемный сотрудник, то, опять же, это искать какую-то альтернативу, потому что текущее место не будет устраивать из-за начальника самодура, либо какого-то коллектива, который отправляет вам жизнь и существование. Если у вас его собственный бизнес, это могут быть проверки от госструктур, которые вас пытаются загнать в тупик, но по двойке жезлов это найти альтернативу. Решение этого вопроса соответствующих людей, которые, так сказать, либо грамотно проведут процедуру банкротства, либо каким-то образом помогут вам избежать ответственности. Выплаты каких-то крупных штрафов, особенно если у вас там была неуплата налогов, еще каких-то моментов, то есть выйти сухим из воды. С точки зрения состояния здоровья, это могут быть какие-то резкие дикие боли в спине, особенно можете надорвать спину. Поэтому здесь очень аккуратно, очень осторожно, ничего тяжелого не поднимаем. Ну и если у кого-то, допустим, межпозвоночные грыжи, то, к сожалению, могут быть резкие боли, ситуация, которая может проявиться. И тут нужна будет срочная мануальная помощь. То есть иглоукалывание либо какие-то другие физиопроцедуры. Что в негативе? Паж мечей, рыцарь жезлов, пятерка пентаклей. Но это ситуация, когда вы анализируете, как вам выйти из кризиса. Что со всем этим делать? Куда податься? То есть либо при помощи чего зарабатывать? Для кого-то это еще кризисная ситуация, потому что кто-то, вот видите, здесь переезжает адаптация к новой среде, к новой культуре, к менталитету, к новым людям. Плюс папажу мечей, это все, что завязано на бумагах, на каком-то оформлении, переоформлении. То есть узнать структуру, узнать среду, в которой вы находитесь. Вот это как бы будет очень сложно узнать в большей степени эмоционально и психологически. Совет. Ну, пятерка жезлов. Это бороться, это идти до конца, бороться за свое, отстаивать свои права, свои полномочия, взгляды на жизнь и кому-то диктовать свои условия, в прямом смысле этого слова. Потому что здесь, как идти на пролом, идти до конца. Это ключевое, потому что эта неделя для вас во многом будет знаковая. То есть даже если вы ранее избегали споров, конфликтов, то как раз именно эта семидневка будет предполагать вашу активность и наиболее еще, знаете, такой взрыв эмоций, нокаут страстей, где вы яро будете отстаивать свои интересы. Если посмотреть неожиданность вашего периода этих семи дней, что у нас тут? Тучи, клевер, собака и дно колоды у нас дома. Итак, по этим картам, по этим арканам, во-первых, здесь могут идти какие-то переживания относительно близких, родственников, относительно вопросов вашей недвижимости. У кого-то по причинам взаимодействия с соседями, то есть какие-то конфликтные ситуации, которые нужно будет урегулировать. Но и еще, знаете, как сама по себе как ситуация или вопрос, когда я говорю, вот не было бы счастья, да несчастье помогло. То есть это ситуация, которая пойдет на пользу либо закончится с выгодой для вас. Проблема, которая быстро решается. И знаете, как ситуация, где вы зря себя накручивали, потому что вам из любой проблемы либо ситуации помогут выйти друзья. То есть это помощь, поддержка, это когда, знаете, как есть какая-то, даже знаете, как когда лоббируют ваши интересы. И как следствие, есть на кого опереться и чувствуете вы себя спокойно и уверенно, потому что это шанс решения любых проблем через друга. Ну и помимо всего прочего, удовольствие от встречи и общения. И знаете, вот по связке, по совокупности карт, как друг, который вам, вас мог приютить в своем доме, дать вам кров, дать вам очаг, дать вам уют, либо помогайте решать вам вопросы, связанные с недвижимостью. Начинают поиска недвижимости для вас, так и, допустим, вопросы, которые вы можете решать посредством, через друга там, сдавать в аренду свое жилье, либо каким-то образом его продавать, то есть, либо там что-то оформлять, переоформлять. То есть, здесь вам всячески в этих моментах будут оказывать поддержку, что само по себе уже прекрасно. Неделя непростая, но поверьте, она непростая у всех. Если кому-то интересно, можете проанализировать и посмотрите на знаки зодиака. Такой уж, как бы, период, накал страстей. Но, как говорится, выставим, выдержим. Самое главное здесь не переживайте, все решаемо. Ну, а негатив, конечно же, я вам закрою позитивом. Поэтому вашей картой, картой звезда, картой процветания и Аркана Маг контролим любой ситуации, любых вопросов, любых моментов. Пусть событийный ряд отыграется только в положительном ключе. Я вам искренне этого желаю. От вас, конечно же, буду ждать обратной связи по прошествии времени, по прошествии периода, как для вас отыграется данный расклад и данная информация. Поэтому не забудьте черкнуть пару строк, оставить ваш комментарий. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну, а я вас благодарю за внимание и до новых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...